Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое. Но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в три раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Всем привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Это прямой эфир, который я провожу в честь великолепной ночи. Сегодня хорошая погода в Екатеринбурге. Я решил немножко пообщаться с вами. Привет. Здравствуйте, бодимен. Бодимен. Здорово. Привет. Привет. Салют, салют, салют. Да, здравствуйте, Мария. Доброй ночи. Не знаю, что такое Тосняга, но привет, да. Так. О, Виктор, Виктор. Здорово. Сама ты лох. О, здоровье. Здоровье, ну, более-менее сейчас. Вот, пью таблеточки. Что, ребята, как трек новый? Давайте обсудим. Как вам песенка? На самом деле, эта песня, в общем, она не войдет в релиз, в грядущий. Она просто как отдельный трек. Очень долго не мог ее закончить, потому что она лежала и лежала, лежала, лежала. А потом я такой, блин, ну прикольное, надо сделать. Вот, и мы ее закончили. Лирика разъебывает. Я очень рад. Я очень рад, что нравится. Респект, респект. 4 балла из 5, а почему не 5 из 5? Почему 4 балла? Мистер Малина, а ты... Да, я советую книгу «Медный король». Очень крутая. Вообще, вот этих авторов Диченко я очень советую. Я читал их где-то, ну, достаточно много лет назад. У них очень... Я бы жанра характеризовал как... Не знаю, не силен, на самом деле, в характеристиках. Но... Очень интересный жанр. Такая смесь фэнтези, что ли, с реальной жизнью. Мне очень нравится. Что-то типа Гарри Поттера, короче. Что-то в ту степь. Чувак, у меня обыкновенный... Тот же самый телефон уже пару лет, короче. Привет, привет, привет. Когда в Португалию приедешь? Блин, привези меня в Португалию, братан. Я с удовольствием посещу Португалию. Хвататься за все музыкальные площадки. Нет, само собой, да, я сейчас решаю этот вопрос. Решаю вопрос с площадками, естественно, все там будет. Так, подожди, подожди, стой. Научная фэнтези. Да, вот тут очень умный человек в чате мне подсказывает. Научная фэнтези. На самом деле, нет, нам нравится эта характеристика. Во Флориду я с удовольствием приеду, да. Завтра самолет. Трек хороший, но надо телок ебать. Ну, хорошо, хорошо. Одно... Одно другого... А, там чувак про батловые площадки говорил. Или про цифровые, я не понял. Я никого не слушаю, братан. Мне очень нравится трек. Полноценный альбомчик. Ну, это не альбомчик будет. Это будет эпишка, скорее всего. Но она достаточно скоро. На гитаре лобает ракты битс. Он делает отличные гитарные биты. Будешь судьей на 140 кап 2. Если Эдик позовет, с удовольствием буду судьей. Как Браги живой, у него вроде ногу отрезали. Браги очень живой. Браги живее всех нас. Здравствуйте. На версии был. Баттлить буду скоро. На гитаре играет Даник. Картина с котом. В смысле, зачем мне картина с котом? Все нужна картина с котом. А, про музыку говорил. Да, я согласен. Нет, баттлы это круто. Баттл тоже круто. Но хочется, да, сейчас сосредоточиться на музыке. Вот. Давайте хочется что-то еще обсудить. Интересное. Что думаешь о Mighty D? Очень люблю Mighty D. Знаю наизусть его куплет с трека с алфавитом. Mighty D. Голос с улиц. Пацан. Не, давай. Давай под это. Какой там? Там, по-моему, 90-й. Там. Mighty D. Голос с улиц. Пацан, я не рисуюсь. Я видел то, я видел это. Это полный пиздец. Дальше я на самом деле сейчас не помню, потому что я пьяный. Вот там у него крутая строчка есть. Я не Дикий Ди, но смысл одинаков. Либо платили бы иди нахуй. И Mighty D очень крутой у него. У него, короче, такие строчки абсурдные и максимально тупые, которые бы ужасно звучали, допустим, от меня. Они бы не заходили. Но у него есть дикая харизма, которая вывозит все это. И, короче, Mighty D, я очень обожаю его. Так, любимый трек алфавита. Блин, сложно. У него очень много крутых треков. Я не могу выбрать. Ну вот мне нравится, знаете, что вот это. Сука, я батл рэп, вечный оу-блэк. На тебе мы бадди-бэк. Покажи, что твои ссылки, будто Катти Клэп. Я заберу все. Это просто дочитавку, блядь. Я... Ну вот эта вот хуйня мне очень нравится. Это трек алфавита Cardio Flow. Нормально. С каким-то чуваком из Урала. Так, у Mighty Pigeon и шутки про жир из интернета. Да похуй, чувак. У него охуенные шутки про жир. Про Джонни Боя, короче, я видел... Ну мне не очень понравилось на самом деле. Я не заметил особого отличия в его стиле от того, что было, но на уровне достаточно, да. Альбом No Name хороший, мне понравился. Очень мелодично и очень понравились песни. Вот Fuck You, которая фит с Go Hill и Джига Джо, по-моему. И этот самый, господи, Sunset, да, на который клип снят. Я в Екатеринбурге поверил в колготки. Да, с недавних пор принял эту религию. Кого срезают на Cardio Flow, тебя или Alphavita? Нас не срезают на Cardio Flow. Ну там, срезали одного срезали. Уже одного срезали? Угу. Я не в курсе. Я просто... Я просто... Не, я на самом деле очень трезв. Похоронил или Каруза? Каруза это Hell? Я так понимаю. Не могу выбрать, они оба очень красивые. Как ты относишься к Вайпхантеру? Ровно. Приезжай в Саратов. Хорошо. Как там Волки? Волки, замечательно. Волки приедет на слово ЕКБ 23 июня. Все, кто с ЕКБ. Вот. Я надеюсь, вот 57 человек меня, 58 смотрят. Те, кто там с ЕКБ, приходите. В Вайпхантер норм подставят, да. Ай? А, ну можешь и да, можешь ебнуть. Сейчас. Сейчас, короче, это разместим. Ладно, неважно. Так, Cypher... Сайфер от похоронила с Хеллом. Я слышал, мне... Ну, мне больше понравился куплет похоронила. Он как-то так прикольненько сделал. Хелл как-то не залетел в этот раз. В смысле, ну, не понравился мне в этот раз сильно. Тут жопу не показывают, нет. Куда 70к слил? Слушай, да, большую часть слил, короче, на музыку. Как тебе заявки на новый сезон? Я очень смотрел все рассеянно, но видел, что есть очень крутые типы. Как тебе Епифанцев? Епифанцев охуенный. Епифанцев крутой. Я подписан на его инстаграм, и у него там просто божественный сторис. Я обожаю Епифанцева. Йо, Украина, привет. Ммм. Единственный раз в жизни пожалел, что я живу в Украине. Ну, ладно. У Хелла это же раунд против Майти. А, ну вот, да, наверное, из-за этого. Ты не мог на второй сезон заявку кинуть? Так а зачем? Я бы не стал участвовать. Заявка с Круджа норм. Я не выкупил крутости заявки с Круджа, если честно. Но Эдик увиден, видимо. Лжи спать, давай. Димон, я попозже, можно? Ну, мам, пожалуйста. Как тебе, Игорь, весна? Это Нига Рекс. Короче, ну, раньше он был крутой. Вот на версии и треке. И мы с ним как-то даже, по-моему, фристайлили в Скайпе. Но то, что сейчас... Ну, вот, сама заявка меня, короче, не впечатлила. Но я думаю, так как он опытный МС, я посмотрю, что он сделает лайвом. Мне кажется, должно быть круто. Так, финал бэк-то бит смотрел, конечно. Я там был даже, живой. На матч пойдешь какой-нибудь? Нет, я... Ну, нет билетов. Не болей, спасибо. Привет с Украины. Привет. Спасибо за трек. Да на здоровье, пожалуйста. Да ты заебал. Ну, хорошо. Шум, когда в Москве будешь... Не знаю пока. Кондрашоп, достоин второго сезона. Мне, кстати, понравилась его заявка. Вот мне кажется, он вполне мог бы пройти. Когда концерт у тебя будет? Виктор Клекс, приходи 22 июня на мероприятие под названием Цепи. Вот, там я буду выступать при поддержке таких МС, как обладает и Кристалл Курьер. Не, на самом деле, там, по-моему, как я понимаю, концерт обладает и там будет еще Кит. Я, Дисурраунд, Сектор... Еще кто-то я забыл. А, и Кристалл Курьер, да. Вот. А 23-го... А? Образ Кобра еще будет. 23-го числа слово ИКБ live будет тоже. Ты тоже приходи, Виктор Клекс. Приходи, Витя. Я тебе кепку твою отдам. С концертами в Украину. А меня пустят вообще? Я же... Ну, ладно. Есть концерт. И на матчи не пойду. Но дропы... Новые дропы... Скоро, короче, клип будет. Вот. Я могу сказать, что на следующей неделе будет клип. Новый трек четкий. Это твоя книга по мотивам, который трек. Спасибо. Ну, вот, посмотри. Есть же она в интернете. Почитаю про нее. Мне очень нравится эта книга. Как там твой дедушка Парагрин? Замечательно. По-моему, он грядки сейчас в флешме копает. Так. Панч. Какие планы на батловое творчество? Ну, побаттлить. Если бы судил финал, кому бы отдал голос? Я бы Кукишу отдал голос, безусловно. А потому что... Ну, вот, я пересмотрел батл на видео, и мне показалось, что все-таки они оба больше в техническом плане разъебывали, чем в панчлайновом. И именно в техническом плане Кукиш делал такие вещи, на которые я смотрел такой... Ааа! Да, чувак, это то, что надо. Он делал круто. Ну, мне лично больше зашел Кукиш. Однозначно. Привет, Волгоград. Пару слов о фильме. Ну, я вот и сказал уже. Никиту жаль не взяли. Да, очень жалко. Я не понимаю, почему. Ну, то есть, я не буду, да, кого-то сейчас там, ну, дисреспектовать, как говорится. Но я видел некоторые заявки, которые однозначно, на мой взгляд, однозначно слабее, чем у Никиты. И, естественно, это дело организации, да. Но я просто расстроен, потому что я считаю, что Disurround мог принести очень-очень хорошие баттлы на этот турнир. Например, вот взяли девочку, не помню никнейм, я просто охуел с заявки, потому что то, что она там делала, это просто файк в юбке, короче. То есть, никакого хейта, естественно. Я буду только рад, если она круто сделает на отборе, допустим, да. Но по заявке, ну, чуваки, это, по-моему, пиздец. И вот. Да, я расстроен по этому поводу. Нет, на РБЛ не был. Я в Екатеринбурге. Прости, не знаю, какой твой вопрос, пропускаю. Напиши еще раз. Как тебе гига? Не знаю, баттлы не очень нравятся. Но в целом, ну, нормально. Будешь на отборах BPM или РНБ как зритель? Ну, я очень хотел, хотел бы, конечно, вживую посмотреть. Если буду в Питере, я надеюсь, что буду в этот момент, я обязательно буду там, да. Позвони. Не знаю, кто ты. Как тебе кукиш, пиздатый. Заявка Дубзы. Не помню, кто это. Я очень хуево смотрел заявки. Список прошедших я тоже. Ну, короче, не шарю пока что. Мне будет так интереснее будет смотреть, мне кажется. Тогда, так, 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 так. Прошедшим рвать на битах отношусь замечательно. Там, хорошая есть MC. Скучненько как-то. Ну, как выйди нахуй с трансляцией тогда. Йоу. Скучненько тебе. Как относишься к мовцу? Хорошо, мовец бешеный. Мовец очень бешеный, мне нравится. Дима, салют из Иванова. Финал 140, вышка. Спасибо, Леша Всячу. Привет. Какую кепку купить посоветуешь? Короче, купи. Знаешь, как... Блин, я ее браги отдал сегодня. Ну, вот моя, типа, играем кепка черная. Либо застежкой сзади, можно без. Они очень удобны. И самый плюс этих кепок, что они идут всем. Вот мне, допустим, кепки с прямым козыряком, нахуй. Я как уебану выгляжу в этих кепках. А, да, Оксимирон говорил, что ему не идут кепки. Но мне кажется, вот кепка с прямым... Ну, не с прямым, а вот такие, типа, играем кепка, да, черная с загнутым козыряком. Типа, даже Оксимирона будет норм. Так что, ребят, вот эти кепки вообще нормально. А ты запостил, да, уже в паблике? Вообще всем похуй. Столько же народов. Столько же народов. Все спят. Ну, ладно. Мы просто будем говорить с теми же, у кого такой же режим сна, как у меня. То есть, ебанутый. Правда, что у Парагрина уже пятый внук родился. Да. Внук это в смысле... Ну, то есть, это батлер, да, который с Украины. Уже пятый. Он клонированием занимается. Чё-то ты рано говоришь, что на следующей неделе будет... А это другой клип, Витя. Это не тот клип. Это другой клип. Не, конечно, мы не успеем тот снять так быстро. На ночной лайф пиздюка мне сходить. А там разве ночной лайф будет? Да, я и слово. Ну, короче, ребят, там не прям ночной, мне кажется. Ну, это почему? Это слово ЭКБ? На слово ЭКБ. По-моему, там вечерний. Так. Да, да, вечерний, вечерний. Даже если вам 15 лет. Ну, лучше уточнить. Молодец. Лучше уточнить, да. Можете приходить. С кем хочу побатлить? Ну, есть как бы... Есть, да. Есть с кем хочу, но пока ничего не скажу. На концерте обладает будет слово ЭКБ, но на слово ЭКБ не будет обладает кого-то, мне кажется, наебали. Ну, так обладает наебали. Просто он не в курсе, что у нас будет заебись. Надо ему просто сказать, чтобы он тоже пришел. Так, да, напишите, в директ обладает, чтобы он пришел на слово ЭКБ live. Потому что я думаю... А? Напишите, да, типа, Назар, братан, приходи, будет охуенно. Так, что-то люди, короче, уходят. Может быть, реально скучновато, но мне похуй. Питер передает привет и респект за творчество. Я респект, Питер. Как тебе донные лохи, которые прошли в 140 вместо гениев? Это странный вопрос. Как тебе заявка на 140 СДУ? А слушай, по-моему, прикольная заявка. Но, насколько я помню, он не прошел. Не знаю, почему. А ты будешь в Версусе баттлиться? В Версусе? Ну, мне, безусловно, интересно было бы, короче, чекнуть свои скиллы на новой для себя площадке. Да. Как относится к стилю Гоукила? Замечательно, Гоукил очень стильный. Как молдаванин. Николай Кеша. Что это за хуйня? Чего вы пишете? Так. Fuck you. Так. А, Киша. Да, да, это вот девочка, которая прошла на 140. Я вообще не понял, ребята. Я не понял. Реально. Я не хейтер, но я не понял. Да, да, клево, клево. Тут пишут, что нравится трек. Ну, заебись. Я очень рад. Ребят, я очень рад. Я охуел, когда скрут взяли. Ну, я не то, чтобы охуел. Скоро уже в камеру не будешь влезать. Я вообще нормально влезаю в камеру, братан. Даже, я даже со своим котом влезаю в камеру. Так что, ты не прав. Так, помоги. Да что за хуйня? Мне почему пишут? Помоги, спаси. Что происходит? Смотрел финал 140? Нет. Дима, как найти вдохновение? Откуда ты берешь вдохновение для создания треков? Да, черт его знает. Просто нужно хотеть, мне кажется, найти его. Не знаю, из меня плохой советчик. Я не могу объяснить, откуда ты что берешься. Поэтому, извини. А ты будешь опять про Versus? Эдди хочет сделать не столько крутые батлы, сколько шоу. По крайней мере, такое впечатление после отбора заявок. Может быть, может быть и так. Но, по мне, так как бы... Ну, ладно. Не буду ничего говорить. Дисураунд будет еще батл ебашить лютый фанат его рифом? Я точно не знаю, но я думаю, что вполне это возможно. Дисураунд будет делать... Он, точнее, уже делает релиз. Я слышал треки с него, и там есть прям охуенные треки. Поэтому, если ты фанат его рифом, то дождись этого релиза. Я думаю, ты не разочаруешься. Так. Не понял ничего про скрин экрана. Зачем говорил, что если... А? Все, там пьяный человек рядом сидит. Зачем говорил, что если на РБЛ не появишься, то он тебя ножом порежет? Зачем говорил? Я не понял, о чем ты. Я как батя на выпуск, но... Да, ребята. Скоро выпускные. Готовьтесь. Покупайте пакеты. С мифедроном, да. Чтобы, да. Осталось прогринули Браги выиграть ФБ и ЕКБ везде разъебал. Да, да. Я думаю, что это вполне вероятно. Я верю в чуваков. Очень пиздатый у Гриши последний батл с Джоном МакКонаном. Прям... Я прям так порадовался. По мне... Да, 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 да. Вот со мной, короче, Даник согласен. Мы считаем, что это лучший батл Гриши, реально. Очень круто. Кто тебе эту прекрасную картинку с котиком... А, это не нарисовано. Это, типа, ну, фотокарточка, типа. Так. Не будь уебаном. Окей. Где, где брал кепку? Короче, ну, если ты из ЕКБ, я тебе скажу, где брал кепку. А так, смысл, типа. Они достаточно стандартные. Они стандартные. Вы можете зайти... В любом торговом центре можно найти вот такие вот такие... Да, да. В любом. В какой-нибудь H&M зайди, короче. Там по-любому должно быть. Планируешь еще батл? Да. Какой самый пиздатый трек с микс-тейпом 140? Бля. Короче. Я думаю, что грязь. Нет, на самом деле... Я его очень плохо слушал. Я не помню. Типа, я слушал трек Киргизов. Я слушал трек... Фрешмен, да. И Диктатор. Ну, тут Диктатор крутой. Типа, мне не очень нравится сам посыл этого трека. Вот. Но... Ну, как бы он не очень резонирует со мной. Но как он зачитан и звучит, это очень круто. Парагрин Лошара. Да я рот твой ебал. Уходи с трансляции. Как тебя забанить? Так, скрывать, пожаловаться на комментарии. А как его забанить? Короче, ладно. Я пожаловался на твой комментарий. Оскорбительный контакт. Нет, я нажал про жалобу и, короче, эфир приостановился. Так, мы здесь, да? Вы здесь? Вы здесь, ребята? Напишите что-нибудь, кто-нибудь, пожалуйста. Я не понимаю. Я там решил пожаловаться на одного человека. Я не понимаю. А, вот, всё нормально, да. Так. Так. Ну что, ребят, давай что-нибудь интересное обсудим. Чтоб повеселее тут было. Кто для тебя поварит второго сезона 140? Не знаю. Мне... О, хейдик найс. Салют. Короче, мне очень понравилась заявка лаванды. Но, как я понял, как я знаю, насколько я знаю, он не будет участвовать в турнирке. М? Насколько я осведомлен. Сотников берет РБЛ и КБ становится Лигой Чемпионов. Так, да, давно пора. Всё, это... Это уже очевидно. Салам. Как ты относишься к Вайпхантеру? Да, ребят, ну что за... Почему такие однообразные вопросы? Ну, вот, вообще, реально, тебя настолько интересует, как я отношусь к Вайпхантеру. Нормально отношусь. Давайте обсудим лампочки. Давай обсудим. Кто ЧМ возьмёт? Блин, мне кажется, немцы. Они проиграли? Бля, я просто за футболом давно не слежу уже. Россия, конечно. Вот, Россия возьмёт. Россия! Здравствуйте. Волки Комбэтмусы Таура. Запишите что-нибудь такое же шикарное, как Жертву. Кстати, вполне вообще вероятно, что да, что будет что-то. Я вижу, как дети срывают лавану, значит, кон с весны. Твои родители слушают твои треки? Надеюсь, нет. Сходил бы на шоу холостя... О, Лёва, привет. Лёва Рэпак в чатике. В чатике. Лёва Рэпак, сделайте шума для Лёва Рэпака, пожалуйста. Это человек, которого я очень уважаю и слушал на репите его альбом «Мрак». Это просто пиздец. Респект, пиздец. Нет, «История болезни» — это с другого альбома. Не, «Мрак» он типа такой концептуальный был, там такие минималистичные биты были и мрачные. «Как ты относишься к гетеросексуалистам?» Блядь, ненавижу нахуй. Я надеюсь, у меня в круге общения гетеросексуалистов нет. Вот. Извини за интимный вопрос, но веришь в плоскую землю? Нельзя о таком говорить публично. «Сегодня день при оба фаворитов». Бля, немцы реально проебали. Да похуй, это первый тур. Е-бой, фристайл на полусогнутых. Что это значит? А, ну типа, да. Е-е-е. Зачитай рэп. Плати мне. Как говорил. Классик. «Как думаешь, Исла возьмёт 140». Кстати, вообще вполне возможно. Единственное, что я не знаю, как он будет распыляться на два проекта. Он же ещё на «Орватный битах» прошёл. «Капельные батлы плакурнируются?» Пока нет. Пока нет. «Как все играем в зоопарк?» Не слышал. «Димон». «Витян». Что тут? Что? «Сама ты пидор». «Забатлишь на версии на битах?» Да как нехуй. «Хип-хоп». «Рэп». «Е-бой, шум понял, мой панчлайн». Я уже не помню. Ладно. «Что думаешь о новом стиле киллы?» «Да нормально». «Гетеросексуальные люди, это которые...» «Да блядь, да я знаю, но это же была шутка, типа». «Так, кидай карту». «Ты будешь только на вопросы отвечать». «А, в смысле?» «Ну, я могу ещё...» «Я просто не знаю, что рассказать». «А что рассказать-то?» «Вот что тебя интересует?» «Давай я что-нибудь расскажу». «Да, да, эти великие тоже говорили так». «На 140 взяли чувака, который рифмал 4 гугла подряд». «А, да это Скрудж?» «Да нет, да он типа...» «Он типа рофлил». «Я уверен». «А понравился новый дропчатый картер?» «А я нигде не слушал альбом Beyoncé и GZ, ещё не слушал». «Не очень хочу, если честно, слушать». «Говорят, что он стрёмный, да?» «Ты слушал, да, никого?» «Да». «Ну, все говорят, что стрёмный». «Да». «Ну, я вообще ничего не слушал». «Тоже глупый вопрос, но вот как тебе Микси?» «Может, хоть у кого-то он не вызывает восторга?» «Микси вызывает у меня максимальный восторг». «Я когда Микси видел в Питере, я подошёл к нему и сказал, «Братан, прости, пожалуйста, меня за то, что я позорю Грайм». «И больше никогда не буду читать Грайм». «Да нет, на самом деле Микси достаточно перспективный чувак в плане именно батл рэпа». «Вот». «Но есть моменты, которые, ну, лично для меня немножко дискредитируют это всё». «Но я не буду говорить, какие. «Согласись, браги, бездарность». «Ты бездарность, блядь!» «Вышел с трансляции, нахуй!» «Так...» «А?» «Вышел и зашёл как надо». «Пойдёшь в пельменную после ЧН?» «Да?» «Почему нет?» «Браги лучший рэпер за последние тысячи лет». «Я вам скажу секрет, ребята. Очень авторитетные и сильные батл МС оценили браги очень высоко после последнего ивента». «Поэтому те, кому не нравятся браги, просто ему завидуют». «Что посоветуешь из зарубежного хип-хопа?» «Ой, вообще, я посоветую просто его слушать. Ну, даже не суть важно, что именно. Да, слушайте больше зарубежки, короче, потому что это очень прокачивает в плане, вообще, ну, в плане вкуса, грубо говоря. Ну, вот лично, так вот, я не знаю, очень много чего слушаю. Вот, если что, первое в голову, очень нравится «Елла Вульф». Очень уникальный МС, обожаю его, всем советую. Вряд ли его кто-то не знает, конечно. Кого ещё посоветовать-то, я не знаю. Джойнер Лукас, да, вот новый чувак появился, тоже максимально техничный и очень интересно подаёт свои треки. У него каждый трек – это как какая-то там, ну, у него очень много сторителлингов, короче. И его клипы – это как мини-фильмы, то есть там с историей, с какой-то, то есть, знаете, не просто там помахать ветками, как в моих клипах, например, а там что-то вот, ну, такое, прям, как реально мини-фильмы, мини-серии. Поэтому вот Джойнер Лукаса очень советую. У Наса, кстати, охуенный альбом вышел на продакшн Канни Уэста, последний. То есть это забавно, что вышел альбом Наса и поделился альбом Канни Уэста. Да, да, да. Не так что? Да, да. Да он же гопник ёбнутый. Кто? Браги или Вильяком-то? Когда Касту перестал слушать? Откуда ты знаешь, что я перестал слушать Касту? Да, не знаю. Парагрин трахнет всех на ФБ. Да, а потом забаттлит их все. Финал Лисла Макс Кири, у кого больше шансов? Без комментариев. Здорово, у тебя альбом полноценный будет выходить? Будет, но не скоро. Микси тебя хуесосил в Перископе. Да я знаю, чувак. Ну как бы, суть-то в том, что в Перископе Микси меня хуесосил, а не в Перископе не хуесосил. Поэтому, чуваки, меньше верьте интернету. Блэн забыл, какое главное отличие Грайма от простого Репа? Не знаю, вопрос не ко мне. Ты пьешь таблетки? Да. Когда к нам? А к вам это куда? Вот Джонни Бой после проеба открыл кофейню, а что бы сделал ты? Ничего, я ведь не проебывал. Ты сейчас под чем? Ни под чем. Как тебе керамбит не нравится? Что скажешь про Кукиша? Уже говорил, что да, он молодец. Как ты думаешь, если начинать заниматься Граймом, то с чего начать? Побрей голову для начала. Вот. Я думаю, что для Грайма тоже полезно слушать зарубежных исполнителей. Ну, из нашего Грайма тоже есть годная, типа, допустим, Аредо. Вот, его бы я тоже посоветовал. Почему Мирон так не шарит за батлы? Вера Брежнева. Потому что, Вера, ты-то, блядь, шаришь, да, пиздец? Так, МГК. Мне не нравится МГК. Не знаю. Такое. Тебе сложно было на Финал 140 готовиться? Не, было прикольно. Это было очень... Я был очень замотивирован, мне очень хотелось. Поэтому я... Ну, не было сложно. У меня такой же диван. А, кстати, дохуя у кого такой же диван? Я много... Ну, на всяких фотографиях видел. Какие-то, короче, азербайджанцы странные. Там, с пистолетами, с золотыми часами. Сидят с голым пузом. Вот, на таких же креслах. А потом еще так, что, блядь, у Кендрика, у кого-то... Да, у Кендрика такое же кресло, кстати. А батлы зарубежные, чьи нравятся, если не брать дизастера? А, блядь. Я сейчас мало смотрю батлов, но... Сложно сказать, сложно сказать. Я дизастер дрочер, я... Мне сложно. Охуенный батл, я не помню с кем. Короче, Уна Лава сбатлил с каким-то евреем. Такой в очках чувак. Он вот там за холокостом, за все вот это вот не смешное. Да, Уна Лава сбатлит, смотрит в толпу, а в толпе стоит, получается, трансгендер. И он такой показывает, говорит, это че, твоя телка? И все таки оборачиваются просто и видят этого трансгендера, и все начинают угорать. Трансгендер показывает ему фак. И, в общем, это был полный бодибэк. Будут ли клипы в ближайшее время? Да, на следующей неделе будет. Да, Ела очень атмосферный. Любимый трек? Нет, невозможно. Невозможно. Нет, невозможно. Очень много у него любимых треков у меня. Ну, я могу альбом, наверное, любимый назвать. Хотя тоже, наверное, не... Ну, вот Love Story мне очень нравится. Просто не знаю. Очень много хороших... Ну, вот знаешь, Love is not enough, наверное, вот этот такой трек. Прямо знаковый для него. Очень сильный. Короче, если вам там, ну, не знаю, лет там 17, и вы пизда страдаете, слушайте Love is not enough, Ела Ульфа. Это прям вам очень зайдет. Особенно, если вы еще язык знаете, все. Шаришь, Гоуст Мэйн? Не, не шарю. То ветками машешь, то корягами, то березами. Ну, а что сделать, если я достаточно... Я не придумал шутку про лес. Придумайте шутку про лес, пожалуйста. Достаточно дремучий. А-а-а-а! Вот этот человек. Покупайте у него биты, пожалуйста. А-а-а-а... Как тебе... Да хватит про кукиш. Ну, кукиш... Я же говорил просто уже. Типа, кукиш молодец. Микси про гопника. Нет, братан, Микси не гопник. Нет. МГК, МГК тоже живем валит пиздец. Прямо рок-концерт. Синственные инструменты живут. Ну, мне просто не заходит. Ну, мне не нравится МГК. О, МТ Баттлз. Да, у Ела Ульфа. Да, да, МТ Баттлз. Трек про алкоголизм, кстати. Вот. Так. Рэп Перископ смотрит. Так, не знаю. Как тебе творчество Отрикса? Не нравится. Дипа с плейном видел. Как тебе? Ну, тут все очевидно. Я не знаю, стоит ли даже комментировать. Ну, Дип Аксенс разъебал, уничтожил. Момент вот с фотографией члена мне не очень понравился. Ну, в плане, как бы, я не понял фишку, что ли. Ну, да, это было круто. Это был разъеб, безусловный. Но Plane Dead, мне кажется, мог как-то вывернуться из ситуации в плане... Ну, он прям такой, нет, не показывай, пожалуйста. А можно было более сказать, да мне похуй, типа, да, показывай. Так. Так, за кого болеешь на ФБ-4? За Парагрина, Браги и Пьема. За них болею. Так. Про ситуацию за Б. Что, о чем-то? У тебя есть другой брат? В смысле, другой. Ты пролетаешь, что ли? Типа, да, брат, желаю тебе добра. Нет, я не понимаю. Когда в Кыргызстан? Ну, это голкили вопросы. Типа, он что-то не везет меня туда. Не хочет в гости меня привезти. Лунар Си, тоже классный баттл. Лунар Си, это, короче, британский, да, по-моему, чувак? Я не очень шарю за него. Слушай, Дима, почему ты выиграл 140 ВПМ, но больше всех хайпанули скептос Кири и Никитос? Блядь, ну, пиздец. Типа, вопрос очень некорректный. В плане, хайпанули, что ты имеешь в виду? Я не смотрю на вот это все. То есть, мне похуй. Я делаю то, что мне по кайфу. И там уже кто хайпанул, кто не хайпанул, судить не мне, короче. Мне нравится все, мне все устраивает. Я буду делать то, что считаю нужным. А там уже посмотрим. Не могу слушать зарубежный хип-хоп, так как не понимаю, о чем там идет речь. Хорошо ли ты знаешь английский язык? Ну, я достаточно знаю английский язык, чтобы на слух процентов 80 выкупать сразу. Но вообще, конечно, есть куда расти. Но это вообще очень плохо. Ну, типа, просто многие русские исполнители заимствуют или пиздят абсолютно каковерно с зарубежного хип-хопа. И как бы не знать это, это чревато тем, что ты будешь следить не за тем, что на самом деле круто. А, пацаны, у меня завтра ЕГЭ, что делать? Ну все, умирай просто. Как относишь к Сойеру? А, это же МЦ похоронил, ребята, здесь у нас сейчас в гостях. Сережа, я отношу к Сойеру... Я не относил ничего к Сойеру еще, к сожалению. Но, возможно, когда-нибудь отнесу что-нибудь ему. А? Может, не к сожалению. А, в офис, типа, отнести что-нибудь ему. Ага, в Love Story смена стиля такая была, Тилл из Гон шикарная. На самом деле, это не смена стиля. У него изначально... Это возвращение, да, к истокам, потому что у него была и пишка Арена, по-моему, да, называлась. Там такой же стилек был с гитарами. И кантри такой стиль. То есть, наоборот, вот на Radioactive он сделал такой очень коммерческий став, который особо и не зашел. А на Love Story он вернулся к истокам и разъебал просто. Заребежные баттлы по типу ВАВ, Грайм, Клэш. Да, смотрел. Вот, да. Там охуенный есть чувак Раптор. Вот к нему просто не приебаться. Он очень крутой. Как относишься к Вите Боуи? Я знаю, что ты хорошо относишься к Вите Боуи, Сергей. И я хорошо отношусь к Вите Боуи. А к Вите Боуи нормально. Не, Боуи на самом деле очень-очень прокачался, пиздец. Мне вообще не нравились его баттлы до ФБ, но на ФБ против PM он очень достойно сделал. Вот, и он делал очень крутые баттлы на Фрэшбладе. Он прям молодец. Баттли. Похоронил. Доброй ночи от водителей из Москвы. Доброй ночи, водители из Москвы. Да, здорово, здорово. Самый лучший баттл у тебя в турнире с 45 утверждения, типа, или вопрос. Я не знаю. Если что, я согласен. Че это? Не-е-е. Нет, не надо. Так. Передай привет Антону Лагунову. Привет, Антон. Та-та-та. Ты придешь 6 на Ранабе? Вряд ли. Я не в Питере. Сейчас. Чувак, я слушаю твою грязь, просто кайфую с него. Спасибо. Альбом Мохамса группы Израилов. Я не слушал альбом. Да, буду участвовать еще в баттлах. Можешь еще раз сказать треки альбома водные, я не запомнил. Да я не могу. Я уже не помню, что я говорил. Много есть крутых. Много, много, много. Расскажи какую-нибудь пиздатую историю 140 BPM Cup. Бля, сейчас что-нибудь расскажу. Какую-нибудь пиздатую историю. Какую пиздатую историю рассказать? Не, я ничего не помню, короче. Ничего не расскажу. А, мы как-то попиздились, короче, с Эдиком. Под кислотой мы были оба. И смотрели баттл Мози Монтаны против Галата. И мы спорили, короче, ну, кто кому больше понравился. И Эдик сказал, что ему вкатил Галат. А я говорил, что Мози. И мы так горячо спорили, что Эдик случайно мизинцем ткнул мне в бровь вот сюда. И как бы его мизинец скатился в глаз. Мне было больно, и мы попиздились. Он меня отпиздил в итоге. Вот там чувак пишет, что не можно слушать зарубежные, случать зарубежные, потому что он узнает язык. Типа, йоу, не надо даже понимать, мне кажется. Там же чисто мелодический рисунок уже. Ну да, типа да, даже можно просто кайфовать от вайба. Если вы понимаете о чём я. Как ты учил английский до такого уровня? Да как бы не особый прям уровень. И я не учил английский. То есть это как-то само получилось. Я люблю очень зарубежный рэп. И слушал его, переводил, там сериальчики и всякую хуйню. Вот, поэтому так как-то само собой. Как тебе Хэйди Книс? Это что за батл рэпер? Это типа Хэйди Калени? Ну типа Книс это же типа Калени, да? Не знаю, о таком батл рэпере не слышал. Как тебе МЦ похоронил? Ну, блин, не очень мне нравится он, потому что он меня разъебал на BPM во сне. После этого я не очень к нему положительно отношусь. Да, вот, пожалуйста, Еловульфа, да, советую вообще дискографию с самого начала слушать. У него очень много годноты. Везде. Везде. Ну, в смысле, во всех релизах. Как тебе последний батл про Грина? Очень горячо. Чё ж ты так поздно трансляцию делаешь? Ну вот мне так по кайфу. Так, с кем бы фитанул? Блядь, ну некорректный вопрос, не знаю. Да дохуя с кем бы фитанул. Ну фит, я считаю, фит должен быть каким-то, ну, чтобы он органично получился, не то что, о, чувак, ты хайповый, я хочу с тобой фит, давай фит. Нет, ну типа, нужно, чтобы, во-первых, творчество вкатывало, и чтобы конкретно бит был подходящий для чего-то. Ну, короче, просто так фиты, нахуй, нужны фиты логичные. У нас лето спиздили, да пиздец. Я заболел в Москве, на самом деле. Ничего не спишь. Да-ка зачем спать? Когда новый трек в стиле 228 BPM? Ну, такие треки будут однозначно. Как тебе летай? Не нравится, я вообще не понимаю. Ну, то есть, я не понимаю восторгов. То есть, вот я смотрел батл с Сойером, и у него, по-моему, не было ни одного панчлайна практически за весь батл. И как бы, в чем прикол? То есть, может быть, я просто не понимаю, может быть, я тупой, блядь. Но никакого, естественно, там, хейта. Ну, просто, вот, как к человеку, потому что он создает впечатление достаточно адекватного и, ну, приятного чела. Но вот батлы я не понимаю. Я просто не понимаю. Я помню, я видел трансляцию Хэлла, и там его спросили про вот этот типа флоу. Все говорят, вот, типа, улетая флоу. И он сказал, да... А, и спросили, почему никто не делает такой флоу, как улетая. И Хэлл сказал, так просто, я думал, что это очень просто так делать, и поэтому никто не делает, а не потому что никто не может. Я солидарен, я солидарен. Я буду рад, если он будет развиваться и у него, ну, ебашить. Но сейчас мне не вкатывает вообще. Как относишься к тому, что дохуя дебиков влетает в рэп-игру? Вообще, как тебе факт, что рэп очень популярен? Это хорошо, я считаю, что рэп очень популярен. По поводу дебиков, не знаю, кого ты имеешь в виду конкретно. О, cool story. Что это значит, Екатерина, я не понимаю. Со скольки ты рэпом начал интересоваться, как на это близкие реагировали? Да никак. Они не знали. Вот. Да не помню, ну, лет... А, интересоваться очень рано. Ну, там, наверное, лет с 12, я думаю. Мне подарили кассетный плеер, и там была кассета Децела. Так что вот так вот все началось. Эдик прикольный чел. Эдик прикольный чел, да. Давай шутку какую-нибудь. Ну, да, сейчас пошучу, блядь. Нет, не буду. Так, спасибо. Хе-хе. Я шум выебал вайб на финале. Не понял ничего. Что, это может быть как комплимент, так и нет. Так что... Любишь кайфовать от вайба. Блядь. Вы меня... Вы меня сейчас не подведете под какую-нибудь, короче, хуйню. Я не буду отвечать. Так. Ой, тут же Рома Зюзин на трансляции. Димон, верни диск с парнухой, это Батин. В России он куртку-то забрал. Романыч, ты куртку-то забрал, нет? Нет, Романыч. Знаком с Курьером. Да, я знаком с Курьером. Почему Браги не отправил заявку на BPM? Зачем? Сериалы смотришь? Сейчас нет, но... Ну так, смотрю, вообще. Ты не из Детройта, я настоящий Ди. Похоронил из Детройта, я слышал. Вот он... В последний раз, когда я его видел, на нем была детройтская символика. Это тебя злотный. О, дай, пожалуйста. Роктбит. Роктбит. Все, пацаны. Я из Детройта. Так, что там у нас дальше? Жаль только, что инсту свою шикарную потер, оставив только рекламу вискаря. Да, у него шикарная инста, согласен. Как познакомились с Алфой? Блядь, а как мы с ним познакомились? А, в Питере, да, в Питере. В Питере на каком-то версии. Ебни панч. Просто разъеби панч, брат. Что нахуй? Это так работает, да, ты считаешь? Ладно. Я не могу. У меня с этим трудно. Я не пишу панчлаймы. Хорошие. Когда новый батл? Не знаю. Когда новые лиричные треки? Ну, вот будут скоро. Какой свой батл со 140 ты считаешь лучшим? Мне, короче, нравятся три батла со 140. Мои это отбор с PlayBlack. Это с Макс Кири и это Финал. Блин. Ну, короче, если брать по какому-то... По отдаче, то, наверное, лучше это отбор, да? То есть, однозначно. Но, мне кажется, по сбалансированности всех компонентов с Макс Кири я считаю лучший батл. Вот. С Вайбхантером Финал, который... Там... Мне тоже нравится, но там были моменты, где я фокапился. Очень обидно было. Ну, там по ритмике что-то было. И я там немножко... Немножко не так все делал. И мне было обидно, потому что там было так пиздато по ритмике. Я так слетел немножечко. И это отстойно. Так что, наверное, с Макс Кири мне нравится больше всех батл. Так. Что там? Блядь, опять вопрос про Курьера. Да, я знаком. Я знаю Андрея. Не знаю, мне больше эта старая песня нравится, потому что новости какие-то однообразные, странные. Да не, это неправильная позиция, братан. Не знаю, сколько тебе лет, конечно, но... Это чувство ностальгии, оно очень фейковое. Потому что в любом... В любом... В любом времени есть свои охуенные новые треки. Есть охуенные старые треки. То есть, тут как бы... Нельзя, я считаю, зацикливаться вот на каком-то периоде. Ты знаешь, это... Я хоть и очень не люблю это выражение Нарния. Вообще, рот его ебал. Но, действительно, это будет просто Нарния. Кассетный плеер, хуя, ты старый. А чё ты думал-то, ебать? С малолеткой общаешься? Разъебал бы микси Акапельно за гнилой базар. Ну, вот если посерьёзки говорить, я думаю, что да. Я как бы... Ну, адекватно оцениваю, да? Ну, Акапельно, наверное, сложнее было бы, чем на битах. На битах бы, конечно, вообще без Б. Ну, Акапельно, я думаю, я бы, короче, сделал бы нормально. Ебать, Димас, твой флоу настолько охуенен, что засыпаю под твои песни. Братан, я очень рад, я очень рад. Надеюсь. Ладно. Когда и где думаешь батлить, не скажу ничего. Как тебе первый класс? Да хуй знает вообще. Какие книги нравятся? Ну, вот такие вот, которые про королей. Шумих, чё, от тебя детей. А кто ты? Ты же чувак. Нет, я не дам тебе своих детей. А правда, что у Поха и Хэлла родились сын и дочка? Не знаю, если похоронил тут ещё, может ответить. В этой кепке ты похож на сайт МС. О, сайт МС, кстати, пиздатый чувак вообще. Если я про того думаю, сайт МС, который с типси-типом, там, вот это вот... Как там у них назывался эта группа, ты не помнишь? Чё-то там хвост какой-то там. Не помню, короче. Сайт крутой. Нет, нет, это другое. Так, товарищ полицейский, у вас диктатор сбежал. Такое. Какой же, блядь, убогий снэпбэк. Чё ты пиздишь, нормальный снэпбэк вообще. Знаешь, магазин Гарлем? Вот там я его покупал. Когда ты надеваешь кепку с моим козырьком, я кончать начинаю. Бля, я, короче, сниму кепку, нахуй, греха подальше. Я не буду этого делать. Мне не нравится. Мне не нравится то, что написал. Много времени требуется, чтобы записать трек или с первого раза выходит зачитать. Короче, это зависит от трека. Бывает по-разному, абсолютно. Чё ты заикаешься, конь? Ты, блядь, образина, на Сашу коня будешь пиздеть. Я тебя кину в чёрный список. А чё, скиллы не нравится батл? Ну нет, ну такой себе. Нормальный, но мне не очень нравится. Видел, что слово КБ считают революционерами слово, и они собираются бросить Квида. Не знаю, откуда ты это взял вообще. Ты правда зачитал на киргизском? Да, зачитал на киргизском. Было дело. Я просто зашёл на сайт, короче, где мат всех стран, и искал более-менее рифмующиеся матерки. Вот. Было очень непросто. Будет трек про Церн и танцующего Шиву, ну по типу Берёзы. Хуя себе. Почему про Церн, да, вообще почему? Да, я знаю, да. Эээ, здорово, здорово. У меня почему-то больше всех нравится твой батл с ноунеймом. О, у тебя специфичные вкусы. Я считаю, это вообще просто отвратительный батл. Как минимум, ну с моей стороны точно. Просто ужасно. Дима, как тебе Тонир на битах? Тонир? Очень крутой. Я не помню, честно говоря, как ты мимо меня прошли. То есть я смотрел, но я ничего особо не запомнил именно с батлов. По-моему, блин, он же на версии батлил, да, Тонир? Я не помню. По-моему, вот на версии у него прикольный был батл, по-моему. Он в Саурии там батл, он не вспомнил. Я не помню, чёрт возьми. Почему батл с киллой не нравится тебе? Потому что во втором раунде килл тебя отъебал. Отъебал. А, с доминой, да-да-да. Нет, долбоёб, мне не нравится мой батл с голкилой, потому что мне не нравится, как я там выступил. Но попытка неплохая была. Ну, там акапельно было. Да-да, я уже снял, да, мне не нравится этот прямой козырёк. Но, кстати, знаешь чё, в 2014 году я её купил. Я был уверен, что это круто, короче. Мы даже клип снимали этот в этой кепке, типа я был. Слава богу, что он не вышел. Да, так, ебаный кот. Кот охуенный. Его зовут Александр. Выебыл бы браги, если бы он стал тёлкой. Без комментариев. Что думаешь за феминизм? Хуйня. Разъеби гнойного на BPM и займи его трон на СТС. Мне кажется, это не так работает немножко. Димон, ты будешь ментором на втором сезоне 140? Нет, ментора будет Макс Кири и Набин Абад. Шум, ты котик, лютую бороду. Нет, спасибо, конечно, но я надеюсь всё-таки, что ты, короче... Мне кажется, просто, что ты чувак. Можешь объяснить одну из последних историй, где ты Сашу коня отметил? Ну, мы делаем ремикс на трек Саши коня. Вот и всё. На трек... В Иебу, который называется. Он с домина... Да, 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 с домина баттлил. Да, тот баттл мне понравился. Да, пожалуйста. Спасибо. Почему браги такой колобок? Этот колобок тебе, знаешь, что сделает? Я считаю, браги и в плане телосложения, и в плане рифмосложения очень хорош. Так, 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 так. Ну, что-то, давайте, что-нибудь интересное, что-нибудь, давайте, давайте, что-нибудь... Вот что-нибудь такое, чтобы я прям охуел. Не брею ссы. А вот буду, хочу, вот и буду. Я девочка, шум ты заебал. Ну, у тебя на аватарке палмдропов стоит, таблиты пивом. Не знаю, может, ты палмдропов вообще. Слышал, что сектор от старости умер. Нет, это провокация. Я его сегодня видел. Fake news. Димон, отличный трек. Спасибо, Голи. Нижнее подчеркивание, В. От души. Меня зовут Оля, у меня есть твоя футболка. Кайф, кайф вообще. Круто. Да тут дохуя девушек. Да, братан, знакомься. Когда слышу Саша Конь, всегда сасы, знаете, сами с кем. Да, 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 это угарно. Это угарно. Я думал, почему я не сделал, ну, что-то подобное. Типа Саша Конь. Ну, как бы то, что он, типа, Конь, Вайбхантер. И Саша Конь, что-нибудь, какой-нибудь панч по этому поводу. Но похуй. А как зовут щегла сектора? Не знаю, о чем ты вообще. Нижняя солдана связи. Так, что в будни делаешь вообще? Что и выходные, без разницы. Будешь еще свой мерч дропать? Да, буду. Я думаю, что летом, летом будет все. Что думаешь про возвращение Джонни Хуйсесет? Что? Хуйсесет боя. Нет, Джоди Бой. Я просто, я просто думаю, я просто думаю, что этот человек очень относится к тому, что он делает. Ну, типа, он любит это. И я думаю, что это уже, как минимум, причина его уважать за это. Поэтому я вполне с респектом отношусь. Надеюсь, что он выпустит крутой альбом. Так, давайте без этих шуток про анал, пожалуйста, здесь. Будет еще что в ближайшее время? Будет. Расскажи хладную историю про посиделки слова ИКБ. Да как бы дохуя истории, просто их нельзя здесь рассказывать. Вот, и все, я пока не могу ничего. Если какую-то... Что такое? Заебись. Вальчинский нормас, Вальчинский нормас. Худи Кода. Летом. Так. Щеглась все, кто нас... Так, все. Это не по-русски написано. Нет, я очень плохо понял. Он... А что он рассказал? А что он все птицы, бичьи глазки. А у него до этого было... А-а-а! Ну не вчера вот. Да, я понял. Я понял. Тут, короче, ссылки на порнуху сбрасываю. Братан, спасибо. Я вот сейчас закончу с трансляцией. Новый трек Пушка. Спасибо. Как относишься к Диме Шуму? Ну, пиздастрадалец какой-то. Вот Шум с двумя... Вот это нормальный тип. Так, часы кайф в инсте не продаешь. Нет, это типа... Предложили сделать вот эти чуваки. И я согласился. А-а-а... Скуплю весь мерч Шуша. Так, это что-то наебалово, да? Типа, я просто видел, что делают футболки Шуш. Вот, не покупай. А вот, если ты мой мерч скупишь, я ловлю тебя на слове. Вот. Так. Да на самом деле за Роус Рэп давно уже не стыдно, я считаю. Есть достаточно персонажей, которые... Делают достойно очень. Вот сижу и смотрю, что на тебя... Наплывал Микси. Наплывал. Он еще и прогрином маргарином назвал. Че-то к ЕКБ неровно дышит. На самом деле Микси сам из ЕКБ. Он, конечно, это скрывает. Но, если вы помните батл с Браги, тот рассказывал про типов с Рущих за тачкой. Так вот, Браги просто не стал, ну, конкретную true story раскрывать. Это у Гринвича мы тусовались. Был Браги, Сектор и Иваня Вуду. Мы были очень пьяные. И если кто знает, вот главный вход Гринвича, и там налево от него идти, там такой закуток есть. И, короче, и там машина ментовская стоял, стоял УАЗик, короче. И в нем, ну, никого не было. И мы такие, ну, прикольно, пойдем сфоткаемся. Для Инстаграма, естественно. И все, и мы такие, а, ребят, 30 секунд осталось. Ну, я сейчас тебе расскажу историю. Вот, и мы такие заходим, а там Микси срет за этой машиной. Вот, блядь, не вру, не вру. Очень, вот, честная история. Сейчас, походу, все скинется. Почему-то мне пишут, у меня такой хуйни раньше никогда не было. Перископ, майки, точка орг, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи тут. Ссылка в описании, это лучший магазин, бау.